Здравствуйте, друзья! Мы находимся на третьем сезоне Star Series и рядом со мной игрок команды Gambit Абай Хасенов. Здравствуй! Я слышала, что комьюнити Казахстана отличается от всех остальных публик. Расскажи, в чем это вообще проявляется? Ну, я думаю, у нас очень все сплоченно. Мы все друг друга поддерживаем. Мы действительно... Также мы целеустремленные. Очень целеустремленные. То есть у нас даже плохой интернет, но мы стараемся пробиться и поддерживаем друг друга при этом. То есть, если сравнивая нас, скажем, с Россией или с Украиной, ну, я ничего плохого не хочу отзываться, но здесь есть все условия. Здесь есть хороший интернет, но я вижу, как здесь отсутствует, такое понимание, как сплоченность. Вот. И я думаю, это нас и сильно отличает. Ты, когда находишься дома, тебя часто узнают на улице? Не часто, но узнают. Бывает такое, когда я прогулюсь там по какому-нибудь торгово-развлекательному центру, там подходят ребята, о, это же Абай. Ну, приятно, но не прям так сильно у нас это развито, что прям везде меня узнавали. У тебя есть прекрасная девушка, которая живет в Казахстане. Ты живешь в Киеве, либо же часто в разъездах. Скажи, скучаешь? Да, сильно скучаю. И я твердо решил для себя то, что она приедет ко мне, потому что... Ты заключался в следующий вопрос. Да, да, она приедет обязательно, потому что она меня мотивирует. Тем более, ну, я просто, я сам по себе домашний, я привык, что рядом со мной какой-то родной человек там. И я думаю, она как раз-таки вот тот человек, который мне сейчас нужен, который меня поддержит, и благодаря чему я смогу идти дальше. Вот вообще ее поддержка, ее нахождение рядом влияет на твою игру? Только в положительную сторону. Вот влияет. Да, да. Я думаю, да. Давай немного отойдем от личной жизни и поговорим о родителях. Большинство родителей всегда против того, чтобы их ребенок долгое время играл за компьютером. В твоем же случае есть видео там, где тебе 10 лет, и ты сидишь с девайсами и говоришь, что я буду лучшим геймером в мире. Как вообще твои родные, там, мама, папа реагировали на то, на твое увлечение в таком маленьком возрасте? Ну, мы как бы жили всегда в достатке, родители всегда нас чем-то баловали, и они никогда нас не отказывали в чем-то. То есть, если мы хотели играть, то мы играли. Они к этому относились всегда положительно, даже поддерживали. Даже в 10 лет я выезжал на какие-то турниры там далеко от своего города, там, в тысячу километрах. Ну, это действительно так. И, типа, я к чему все это? То, что родители это расценивали как пусть лучший ребенок занимается играми, чем-то плохим. Что-то такое. А вот расскажи, а что за вообще такие турниры, когда тебе было 10 лет? Где они были? Как это проводилось? Что это вообще? Если честно, это не секрет. Мне действительно было 10 лет, и мы заняли третье место по Казахстану. На тот момент это считалось, ну, действительно хорошим результатом. Это был Asus в 2005 году. То есть, мне было 11 неполных лет. Ну, там, 10 половин, что-то такое. И у нас был капитан. И мой брат родной. Я всегда с ними играл. Капитан, он меня как родного братишку всегда воспринимал. То есть, он всегда садил меня рядом с собой, подсказывал. Обае, надо делать так, надо делать так. Когда мы выиграем раунд, он всегда меня обнимал. А брат родной? Да, а брат родной, когда со мной некоторые игроки не хотели, играть, типа, он якобы молодой, там, глупый, не понимая, чистый. А брат в таких случаях всегда говорил, если мой братишка не будет играть, я тоже не буду играть. И то есть, благодаря моего брата я пробился. Твоя карьера начала идти вверх, когда ты вступил в ряды Гамбит. Расскажи, вообще сложно было адаптироваться к команде топ-уровня? И вообще, чем команда Гамбит отличается от, там, например, Тенгри? Ну, особо не… Я просто не могу плохо сказать что-то об одной или другой организации, но, в принципе, да. Я объясню, почему. Первая причина – это я играю не в ту роль, которую я всегда играл. То есть, я всегда играл какого-нибудь люркера, где я могу зайти в спину, обмануть. А здесь я играю более такого опорника, где я должен всегда, как бы, находиться лицом к лицу сопернику и просто перестрелять его. И это немного для меня непривычно. Я очень долго адаптировался. Я, вроде, стараюсь, и что-то из этого выходит, вроде бы. Смотри, ты самый молодой в команде, тебе 22 года. Расскажи, возраст вообще решает что-то, видение игры или еще что-либо? Ну, я думаю, все-таки возраст. Возраст именно в отношении команды, я думаю, имеет значение. То есть, я как младший, я просто так воспитал, я всегда уважаю старших. То есть, даже если какой-то спор, я думаю, что младший всегда должен промолчать, если даже он прав. А потом уже как-то объяснить это другими способами. Ну, это, к примеру, то есть, мое мнение, конечно, имеет значение. Да. А именно в игре, то есть, результаты, я думаю, это не имеет значения. Адрен этому показатель. Он ему, ну, он старше меня на 4 года, но он тренируется больше, чем я. И показывает результаты больше, ну, лучше, чем я. Я думаю, это явный пример. Ты молодой талант. Серьезно, молодой талант. Тебе 22 года, и ты уже в топ-10 мировых команд. Дай несколько советов таким же амбициозным, молодым киберспортсменам, которые хотят достичь того же. Ну, я бы, если честно, хотел бы посоветовать молодым игрокам, прежде всего, это терпение. То есть, результат он сразу не придет. Ты будешь вроде тренироваться, что-то делать, но ты не сразу будешь выигрывать, и не сразу будут у тебя результаты. То есть, нужно делать что-то и верить в это. И быть трудолюбивым. Это самое главное. Спасибо большое тебе, Бай, за интервью. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok